Недочаепитие теперь. Эти и другие вещи отправляет в коробки Александрина Радюк. Переезжает не она, а ее 71-летняя родственница. Та попала под агрессивную атаку мошенников. В начале мая пенсионерке позвонили якобы из Следственного комитета Москвы. Аферист заявил, что кто-то на имя женщины взял кредит на 300 тысяч рублей. Не нужно его срочно погасить, иначе будут проблемы. Пенсионерка так и поступила, но мошенники не остановились на этом. Они сообщили, что квартира иркутянки продается на черном рынке. Недвижимость нужно перепродать, а деньги перевести на безопасный счет. Как итог, ни квартиры, ни 6,5 миллионов рублей за ее продажу. И риэлтор получил за эту сделку около 200 или 250 тысяч. Бабушка с сегодня, ну, тетя, она с выпущенными глазами смотрела на меня и говорит, я, говорит, не знаю, я ему отдала вот сколько-то денег за эту сделку. Он просто искал свою выгоду. Он либо находится в связке, либо ему все равно. Сейчас получается, что бабушка совершенно не защищена. Она не защищена как государством, то есть может прийти в любое место, отдать свою квартиру с горящими глазами, испуганная. И никто ее не сможет защитить. Защитить родственники не успели, потому что женщина все держала в тайне. Более того, после этого мошенники выудили у нее еще 710 тысяч рублей. Пенсионерке предоставили займы в четырех разных банках, где также никто не поинтересовался, зачем ей это нужно. И только когда новый собственник квартиры попросил пострадавшую съехать, о ситуации узнали близкие. Они заберут женщину к себе домой. А вот риэлтор стал недоступен. Их деятельность, по мнению юристов, пора брать под контроль. Например, на стадии регистрации сделки. Возможно, какие-то должны быть увеличения сроков регистрации этой сделки, чтобы человек за это время, ну, действительно, если это обман и мошенничество, чтобы он мог обратиться в правоохранительные органы. Договор купли-продажи – это сделка, которая совершается добровольно сторонами. Ее можно оспорить, если только установить, что вот эти вот покупатели, риэлтор, они действовали в сговоре с вот этими мошенниками. И что вот эти вот все действия, они были направлены на завладение и квартирой, и деньгами. Тогда можно говорить, что вот эта сделка, она была ничтожной и недействительной. Было ли так в этой ситуации, пока неизвестно. В деталях обмана разбираются полицейские, возбуждено уголовное дело. Как бы ни действовали мошенники, запомните и сообщите своим родственникам. Правоохранители и сотрудники банков по телефону могут только пригласить вас к себе на встречу. А кредиты и родственники, попавшие в беду, скорее всего, сказки. Олег Федоров, Иван Волобуев, Виктор Черкашин. Новости по будням.